На этой картине мы видим группу мужчин, которые собрались за столом. Судя по куличу, свечкам и веточкам вербы, они празднуют Пасху. Только вот обстановка вокруг совсем не праздничная, да и герои сюжета выглядят подавленными. Давайте попробуем разобраться, почему же так произошло. Полотно создал современный художник Павел Рыженко, который написал немало картин на тему распада Российской империи. Не стало исключением и Пасха в Париже, который рассказывает о российских офицерах, празднующих православную Пасху вдали от дома. Эти люди были одними из последних, кто оставил родную землю, когда туда пришла революция. Не будем пытаться оценить их поступок, у каждого свой путь. Но теперь они вынуждены ютиться в тесной коптерке французского завода Рено. Художник изобразил на картине двоих казаков, одного офицера и полкового священника. Последний выглядит наиболее подавленным. Вероятно, ему сложнее всего далось расставание с родиной. Единственный герой картины, который пытается улыбаться, это офицер, но улыбка у него вымученная, натянутая и неестественная. Видно, что он тяжело переживает горечь утраты и страдает вдали от родных мест. На стене, словно икона, висит фотография последнего императора Николая II, это говорит о том, что военные вовсе не в обиде на бывшего государя, а наоборот, до сих пор помнят и почитают его. Еще совсем недавно Пасха была одним из главных праздников Российской империи, включающим огромные крестные ходы. И вот теперь, ничего, кроме этой подсобки, и памяти о былом. Веточки вербы, ароматный кулич, свечи и запах ладана словно переносят бывших военных на миг в родное Отечество. Картина Пасха в Париже является третьей частью триптиха «Русский век». Первую часть представляет картина «Царские погоны», на которой изображен офицер, целующий царские погоны и готовящийся их похоронить до лучших времен. Вторая часть триптиха называется «Фотография на память». Она изображает процесс создания снимка царской семьи и царских офицеров. Весь триптих в целом посвящен гибели Российской империи. Эти картины о русском офицерстве, прошедшем свой путь на Голгофу, от бородинских торжеств на центральной картине до похорон погон в надежде откопать их когда-нибудь и послужить еще Отечеству и, наконец, до холодной подсобки завода Рено, где русские офицеры празднуют Пасху вдали от Родины. Субтитры создавал DimaTorzok